Добро пожаловать в Warface, братишка! И когда же я был неправ, интересно? Когда я херню говорил? Расскажи мне, он неинтересный просто. Вот ты гнал все время на снайпера, а Михаил Хаймзон официально с помощью статистики доказал, что снайпер не имба. Капитан Очередный, ты знаешь, что такое статистика вообще? Не знаю, и чё. Я тебе сейчас объясню. Статистика, вот смотри, я съел две курицы, а ты ни одной курицы не съел. И чё? И то, что по статистике мы с тобой каждый по курице съели, понял? Кинокомпания не так долго представляет. Совсем не имба. Или как чувствует себя снайпер спустя 8 лет баланса Warface? Здравствуйте, леди и джентльмены, другие и подруги. Есть у меня для вас не смешной баянистый петросянский анекдот. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие и подруги. С вами Мотин. Как всегда, не прав, капитан Очередный. Есть у меня для вас офигенный, охренительный, просто суперский, свеженький, сочный. Анекдот. Ситуация в Одессе. Абрам, специально для тебя имеется свежий чай. О, Фима, я бы хотел что-нибудь покрепче. Хм, не вопрос. Специально для тебя, Абрам, завоются два чайных пакетика. Ха-ха, да, есть такое, нагиб получается. Играем мы с Макмиллоном Warface на не самой частой карте под названием Шахта. Но я думаю, тем не менее, мы отличненько понагибаем, да, и заодно пообсуждаем. Мастер фаззумов Ркутаги. Ну я не мастер фаззумов за снайпера, я вообще практически не играю. Но тем не менее, мне как-то играть за него. Легче даже, чем... Тихо, стой, сука. Да ладно. О, даблкил где-то. А вот это не считается Т-9, снайперка. А Т-9 водился специально для снайпера. Для нашего бедного, несчастного, самого ущемленного класса в этой игре. Да. Сейчас смотри, что будет водить. Сейчас будет просто лютая хрень происходить. Потому что это снайпер. Это самый балансный класс в нашей игре. Михаил Хаймзон сказал, что снайпер это не имба. И привез статистику. Ну как-то вот, Михаил, ну это... Вы же понимаете, что ваша статистика, она как бы... Что касается ССС. То, в каком виде она в данный момент присутствует на боевых серверах, в целом можно назвать ее практически завершенным состоянием. Люблю эту игру. Я тоже. Очень люблю. О, о. Седик. Здравствуй, мой сладкий. Нагнута. Захватываем точку. Михаил Хаймзон сказал, что снайпер не имба. Привел статистику туда-сюда, опять-то... Здесь чё-то с... Да. Михаил. Вот что хотелось бы сказать. Захватываем точку. Вы же понимаете, что... Как бы... Всё замечательно, да, Михаил? Я вас уважаю. Но вот эти вот отмазки про снайпера... Ну, не какие-то, ну... Ну, вот, знаете, вот вообще... Ну, неактуальные. Актуальные. Не актуальные, абсолютно. Тихо. Вот так, мой сладкий. Да. Натянуто. Так, я чё-то не понял. А чё это седы такие картонные стали? Ну, как бы они, как бы, есть. Понимаешь? Тут и в руки ещё можно ваншотить. Сед, они же сейчас многие ртуть стали одевать. Как бы мода пошла. Ну, теперь терпите, пацаны. Дело ваше. С одной стороны ртуть. А с другой стороны, если седа чуть-чуть подкоцало, то какая разница? Ваншотятся на ура. Да, просто прекрасно. Даже с Рокмиллона. Который, кстати, очень недооценён. Я считаю. Вообще недооценён. На данный момент. Так. Идёт вообще шоколадный. Я за снайпера толком не играл, не знаю. До года полтора, наверное, последних два. Вообще, то есть, редко какое-то там, чуть-чуть, где-то как... Чё-то Рокмилл он какой-то необоснованно мощный в этой катке. Ну, Рокмилл он вообще мощный. Его как апнули, так он хреначил. Он до этого хреначил? Да, он часто ронял, но он хреначил замечательно. Все эти разговоры про то, что Вахмилл он одни не ваншоты. Где они ваншоты? Сколько вы не ваншотов сейчас видели? Блин, наверное... На 10 фрагов там один-два не ваншотов. Всё, остальное всё ваншотится. Прекратно. Особенно на пабликах. Тут каждый второй противник, он коцанный. Какие проблемы? Всё. Сет нагнут. На изи. Просто как нефть делать. Какой хитрый, смотри-ка. Понял, что тут снайперы могут быть. Но это его не спасёт. Да-да, конечно, мой сладкий. Иди сюда. Оттянуто. Хороший пистолет, который был специально разработан для снайпера. Этот пистолет, кстати, он позволяет часто убивать людей с пистолет-пулемётами. То есть инженеров. Да, на ближней дистанции. Опа! Дабл-килл! Мультикелл! Ну куда ты на седу в упор лезешь? Да пофигу вообще! Какой сед ещё? У меня же так 9 есть. Вот так! Ну нихуя себе! Ну а ты как хотел, да! Самое интересное, если бы был медик, результат был бы тем же. Солен. Вот как без разницы. Медик стреляет снайпера в упоре. Он чуть-чуть смазал. Вот как бы. Не вся дробь легла, жопа. Снайпер смазал. Попал куда-нибудь в пятку. Вообще насрать! У медика уже шансов нету. Он уже попадает. Понимаете? То есть... Эээ... И при этом я рак. За снайпера полный. Я за него играть-то толком не умею. Как бы никогда не умею. И не хочу. Как бы мне никогда этот особо класс не пёр. Так иногда по фану. Ну, тем не менее. Снайпер имба. Убедительная победа. Это имба. Самое настоящее. Ну что ж, вроде показательно вышло. Даже я немного проникся. Но мы с тобой так и не обсудили, что же такого имбового снайпера и как ты предлагаешь его пофиксить. Так что давай-ка ещё одну каточку. Согласен. Давай ещё одну. Давай с главного. Какие у тебя претензии к этому классу? О, претензий много. На самом деле, по сути, друзья, претензия, в общем-то, всего одна. Этот класс получил слишком много бустов. Посмотрите сами. Фадзум. Далеко не в каждом шоутере он есть. В Варфейсе есть. Ваншот. У топовых снайперских винтовок. Даже в конечности. Далеко не в каждом шоутере снайперские винтовки ваншотят в конечности. В Варфейсе это есть. Апрокид. Хрень, которая не в одном, наверное, нормальном шоутере. Не имеет места быть. Вообще не в одном. Я такого никогда не видел. В Варфейсе есть апрокид. Как бы мы без него жили, просто никак. И всё это у одного класса. И претензия. Кроме того, что он не падает на жопу. Там совершенно другой темп стрельбы. Совершенно другой, представьте себе. Да, именно так. Возьмём Call of Duty. Фастзума вообще нет. Нет фастзума. Нет нахрен никакого апрокидора. Благодарю, Днарина. В Колде нету ни фастзума, ни апрокида. И при этом нет 100% ваншота из многих снайперских винтовок. Да. Понимаете? То есть если койонь в пятку попадёшь, не будет ваншота. Это никого не смущает. Люди играют турниры этим классом. В той же Колде, снайпер, это действительно очень сложный, очень непростой класс. И им играют только действительно очень крутые игроки. Которые умеют играть. Это сложно и интересно. А в Warface сейчас вообще мода пошла. Каждая вторая карта играется у два снайпера. В принципе можно на самом деле и в три. И тоже будет хорошо. И всё будет отлично. Ладно, а почему тогда вот справедливости ради не все играют снайперами и действительно в статистике их не больше всех других классов? Причин игре? Первая причина. Далеко не всем интересен снайпер. Мне не интересен снайпер. Я кайфую с хэдшотов. Я балдею в любой игре с дробовиков, например. А снайпер? Ну как бы ну прикольно. Ну вот прямо вот чтобы играть он ли снайпером и получать от этого удовольствие? Да нет. Нет. У нас есть сет. Я вообще с сетом не играю. Просто я вот сейчас вот этот последний пулемет я даже не стал его выбивать. Я не купил броню ртуть. Мне просто нафиг не интересен сет. Мне не интересен. Даже если его сделают супер мощным, я не буду им играть. У него не интересен, понимаете? Он все равно медленный. Все равно какой-то скучный класс. Вот и все. Это сам... Такой бобер. Я не хочу просто играть с сетом и все. Мне он не нравится. Вторая причина. Это то, что снайпер, как и любой другой класс, требует умения. Ну ладно, я понял. Снайпер это класс, который имеет слишком много плюшек. Так что же ты предлагаешь сделать? Пальзи, я не закончил. Снайпер кроме этого требует еще уметь стрелять. Стрелять как-то. Вот. И этому надо учиться. Но проблема в том, что когда двое научатся, один из них будет штурмовиком или медиком, а другой будет снайпером. Снайпер будет слишком круто играть. По сравнению с тем же медиком. Потому что он охреневший. Потому что он в упоре может все ваншотить. Либо на жопу ронять. И все. Что я предлагаю сделать? Разработчики. Давайте хотя бы для начала уберем опрокид. Это будет справедливо. А вообще по уму. Две вещи, которые надо убрать. Это слишком высокий темп стрельбы у винтовок и опрокид. И то и другое. Хэдшот. Дабл килл, детка. Пусть будет фаст зум. Хред с ним. Я не против. Но опрокид это вот must have то, что надо убирать. Вот прямо сейчас. Желательно прям моментально. Его надо убирать. Вот. Снайпера конечно будут ныть. Но они у нас бедные, несчастные. Им сколько таурусов и т.к. 9 не подгоди. Они все равно будут ныть, 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 ныть. Все собственно га ноют. Но разработчики. Ваша эта статистика такая фигня, честно. Скажите, вот вы а.с. вал порезали. Статистика? Да хрена лысого. Просто это был не донат, что-то он люто нагибал. Вот вы его и порезали. А скорость бега у персонажей. Из какой вы статистики порезали? Я вам скажу, чтобы снайпер себя лучше чувствовал. Поэтому и порезали. Работчики. Ну не очень как-то вот. Ну что у нас правда за дураков что ли держите? Снайпер не имбаластный класс. Это не имбаластный. Хедшот, детка. Кому вы рассказываете? Я не знаю. Может на каком-нибудь киберспортивном уровне. Там в принципе плюс-минус он не дисбалансный. Но для пабликов это жопа полная. Это класс, с которого горит хуже. У меня вот седа горит. У кого горит? У снайперов. Мне вообще вот медику насрать на седов. Для меня сед это ваншот. Я прибегаю и убиваю этого седа. Мне на него насрать абсолютно. А вот на снайперов у меня горит. Потому что если снайпер по своей косогласости и косорукости смазал и попал мне в пятку, я почему-то на жопу падаю. Схрена ли? А схрена ли когда я играю медиком, снайпер выскакивает на пленту там единицы на D17 и ваншотит меня в упор. Причем я в него попадаю и он меня попадает. Но у снайпера один снаряд, одна пуля. А у меня много. И приоритет идет выстрелу снайпера. Мы одновременно стрейнули. Но почему-то снайпер в упоре сваншотил медика. Или допустим, мы друг друга не сваншотили. Снайпер спокойно достает пистолет и убивает меня. Знаете почему? Потому что я на жопе лежу. Потому что если снайпер не сваншотил, он считайте, что сваншотил. Да? Это очень печально. И это очень неправильно. Снайпер это класс, который не имеет никакой своей так называемой дистанции. Во, снайпер. Только ниндзя может победить ниндзя. Во! Вот это вот самое грамотное. Только снайпер по-настоящему хорошо себя чувствует против снайпера. Ситуация в упоре. Вообще не дистанция снайпера, правильно? Снайпер и штурмовик. Штурмовику надо попасть в голову. Снайперу можно вообще попасть куда угодно. Хоть в волосок на жопе. С медиком то же самое. С инженером то же самое. Медик еще более-менее хотя бы себя чувствует. И то, у снайпера в приоритете регистрация снаряда, потому что он всего один. У снайпера в приоритете убийство, потому что ему не важно куда попасть. А у медика не вся дробь залетела, не ваншот. А снайпер тебя убил. Разработчики, вот она ваша статистика. Понимаете? Вот это реальная статистика реальных игроков. Да! Если было бы иначе, понимаете, люди бы горели на что-то другое. Люди даже на киллтек так не горят. Кстати, киллтек явно имба. По одной простой причине. Это дистанция. Он хорош на своих дистанциях, но он слишком имба на дальней дистанциях. Но за киллтек вы молчите. Вообще молчите. Ну как бы статистика же тоже. Статистика это явная статистика. Как бы киллтек. Вася Васин показал в своем видео. Киллтек это имбище полнейшее. Но вы молчите. Понимаете? А за снайперу вы что-то говорите про статистику. Но это вообще неправильно. Традиция соблюдена. Традиция соблюдена. Разработчики честно. Ну вот правда, лучше бы молчали. Вот лучше бы молчали. Снайпер не имба. Да кого вы смешите. Поэтому весь Warface воет в первую очередь от снайперов. И говорит, что хотя бы опрокид давно пора убрать. Ладно, хрен с ним спадзуму. С ваншотами. Убрите опрокид. Потому что когда я медик, я имею право. Если меня снайпер в упор не сваншотил, я имею право его убить. Его убить именно так. А не он меня. Потому что это моя дистанция. Это дистанция медика. Это даже больше дистанция не снайпера, а даже штурмовика пусть инженера. Но ни хрена не снайпера. Ему в упоре делать нехер этому снайперу. Его дистанция там. На горизонте. Вот пусть там и божит. У медика почему-то нету ничего такого, чтобы убивать снайпера практически на равных. На такой дистанции. Даже с пистолета какого-нибудь Смита и Вессона надо еще в голову попасть. А снайперу насрать. В любую часть тела. На любой дистанции. На любой карте. И на любом режиме. Вот такая вот, дорогие мои разработчики, статистика. Это факт. И вы от этого никуда не уйдете. В любом случае, дорогие зрители, если данное видео вам понравилось, напишите свое мнение в комментариях. Хочешь, хочу увидеть. То ставьте лайки. По желанию, как хотите. Яйти чешите. Это обязательно. Без этого никуда. Яйцо почесал. И снайпер будет нормальным, сбалансированным классом. В другой игре, но будет. Вступайте в нашу армию. Нагибайте все. И мы увидимся с вами.